Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на ремонте вот такой вот аккумулятор, шуруповёрт AEG, фирма. Довольно-таки неплохой шуруповёрт, зарядное устройство очень довольно-таки качественное. Хозяин этого шуруповёрта недоволен тем, что уже плохо крутит. Я протестировал некоторые элементы. Вот здесь вот два дохлых. Остальные, в принципе, практически номинальную ёмкость имеют, но уже токи те не отдают, это в любом случае. И он решил всё это переделать на литий. Я как бы уже бы эти ролики не снимал бы, потому что всё одинаково в них. Но здесь есть один нюанс. Переделывав этот аккумулятор под литий, я столкнулся с такой проблемой, что BMS начали выгорать. Случайно я заметил, что напряжение было на ячейках выше уже того порога, при котором эти BMS должны отключать, и они не отключались. Я немного подождал, всё равно отключения не произошло, какие-то странные звуки были. Ну, скорее всего, вылетели вот эти транзисторы, вернее, скорее всего, точно они вылетели. Потом я начал всё это ковырять, и вот, что я хотел, в принципе, в этом ролике сказать, что есть зарядные устройства, будьте внимательны. Они универсальны и заряжают разные аккумуляторы по напряжению от 7,2 до 24 В. Ток фиксированный 1,8 А. Вот, я столкнулся с такой проблемой, что эти BMS, то бишь, когда мы вставляем аккумулятор, подаётся напряжение холостого хода, все 24 В на вход BMS. Вот, и получается, транзисторы не выдерживают, я начал читать ДТ-шиты, они должны были до 30 В выдерживать без проблем. Вот, ну, оказалось, что, так как мы стремимся покупать для клиентов, чтобы хоть как-то люди могли это всё покупать, чтобы было дешевле, сейчас за 3,8, за 4 доллара можно такие платы найти, но в чём подвох? Если присмотреться к поверхности самих транзисторов, я не знаю, будет ли видно, вряд ли, наверное, будет видно. Ну, как бы, если вы присмотритесь, видно, что даже на Алиэкспрессе, если покупать, то видно, что те, которые за 6, за 7 долларов, ну, я не буду, конечно, точно, я не точно не уверен, вернее, но по поверхности видно, и по клейму, клеймо есть, оно не сошлифовано, те, которые подороже идут. Вот, а вот эти, которые по 3, по 4 доллара, у них прям видно, что фрезерованная поверхность, каким-то диском это всё шлифовали, либо на камень положено, я думаю, в больших масштабах это, как бы, долго очень. Хотя китайцы могут. Но не суть, они что делают? Берут дешёвый транзистор, я даже не знаю, что это за транзисторы тогда. Шлифуют им поверхность и наносят новую маркировку. Вот. Все вот эти вот платы, которые я заказывал, также все выгорели. Я думал, что это как бы брак одной схемы, но вот у меня тут подписаны, были проверены платы, и они тоже сгорели. И потом присмотрелся я, да, поверхность их тоже шлифованная. Заказал я для этих плат транзисторы. Посылка уже пришла. Два месяца мы ждали этой посылки. Вернее, ждали сначала плат, которые потеряли где-то. Хорошо, я заказал недели через две ещё транзисторов, на всякий случай. Потому что платы всё равно нужно делать. Сейчас я их распакую, эти транзисторы. Судя по всему, здесь транзисторы. Распакую и буду запаивать сюда и проверять. А, ещё, как я вышел из ситуации. Ещё я заказал DC-преобразователь, степдаун, на всякий случай. Вот, буду понижать напряжение до 14 вольт примерно, минимально, при котором работает, выкрутив резистор. Где-то 14 вольт. Кстати говоря, эти платы, эти платы, даже горелые, стали отключаться, если мы используем напряжение где-то 14 вольт. Не 24 вольта, а 24 вольт. И не то, что не отключаются, они, во-первых, сгорели, их пробило. Но не полностью. Они греются, через них ток даже 2 ампера, и они уже горячие становятся. Вот, когда я, когда пришла, вот, DC-преобразователь пришёл, я подключил всё дело, запаял и проверил. И при напряжении 4,35, по-моему, вольта на ячейку происходит опять нормальное отключение. Всё-таки они работают, но транзисторы подгорели. Так что, вот, имейте в виду, что если универсальная зарядка, вот такая, напряжение высокое, то с такими платами, где стоят шлифованные транзисторы, работать не будет. У меня нет возможности проверить. Нет у меня сейчас таких плат. Можно, конечно, может быть, я закажу для эксперимента по 7 долларов. Попробую одну штуку и проверю. Но я к тому времени уже придётся отдать, и уже реально не проверишь. Чисто есть от блока питания только. Но это уже отдельная история будет. Сейчас я распакую, буду запаивать и доделаю, какие-то, аккумуляторы. Транзисторы я выпаял. Да, когда выпаял, прям, поддевая ножки, корпус ломается, как хрупкие, очень сильно. Китаец выслал, вот, 100 транзисторов я заказывал, посчитал их, прям, 100, одна в одну, так, прислал. Обычно уложат некоторые, чуть побольше, либо меньше. Присмотрел себе корпус, вот, тоже шлифованный, короче. Но прогресс и всё-таки в транзисторах дело, так как я его подключаю. И транзисторы даже, даже не пытаются нагреться. Те уже сразу грелись. Сейчас я хочу провести эксперимент, подключить именно без DC-преобразователя эти транзисторы. Посмотрим, выгорят они, не выгорят. Пока всё работает. Странная зарядка, она уходит в защиту, и нужно её передёргивать. Транзисторы не греются. Обычно, когда они горели, они сразу грелись после этого. Сейчас я попробую всё это дело запаять напрямую, и прибором буду прозванивать напряжение. Подключил я напрямую, и только что, когда мерил напряжение, 4,24 В было, раздалось шипение, и вот транзисторы начали греться. Ну, короче, пробивает, прошивает транзисторы. 4,27 уже. 27. Подключаем. Ну всё, сейчас буду опять перепавить транзисторы. Сможет даже какую-то нагрузочку подключить. Ну, кстати, они не так греются, как те. Видимо, эти чуть получше. Либо сдохли не так сильно. Все вот эти платы грелись одинаково сильно, даже от 2 А. Ладно, сейчас перепаяю опять. Ну вот, всё запаяно. Сейчас подключу розетку. Теперь у нас DC-преобразователь работает. Понижаю напряжение. 4,22. 4,22. 4,21. Немножко подразрядил я лампочкой, конечно. Сейчас подождём. Всё, произошло отключение. Цепь разорвана. Сейчас ещё раз попробую. 4,22. 2,23. 24. 24. Ну да, 4,25 включает. Что с транзисторами? Транзисторы не греются. Замечательно всё. Сейчас надо бы разрядить. По мере нижние пороги. Сейчас я разрежу в обход BMS, потому что BMS дохнет, если подключить зарядку, на которой блок питания вообще 48 Вольт выдаёт. Так, ну идёте мне. Ограничение. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ограничение поставлю. 2,300. Вот у неё глюк есть. Выставляешь 2,300, а она почему-то показывает 2070. Так, 2072 мАча высосали. Надо бы... Так... Ещё поглубже разрядить. Блин. Ладно, я так... 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. Сейчас надо поглубже ещё разрядить. И потом можно будет нагрузить через BMS лампой. Так, а чё я, в принципе... Нет, всё-таки... Не буду я подключать даже ту зарядку. 30,10. У неё 19 Вольт. Мало ли чего. Блок питания выдаёт 19 Вольт. Так, вот это, по-моему, самая была низкоразряженная. Вот это вот. Этот элемент. Контролировать бы на нём напряжение. Как-то так. Тим. 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 Опа! Есть! 2,5 вольта! Ну, замечательно, что могу сказать. Сейчас я поставлю на зарядку чисто от самой зарядки родной. И тоже посмотрю, сработает ли по порогу опять. А то, мало ли, может это была случайность. Зарядка сама отключилась. Напряжение 4,15, 4,14, 4,15. Прошло где-то час 15 минут. Ну, примерно так где-то оно и есть. Час 15, час 20. Сейчас я дерну из сети еще раз. Самое максимальное вот это. По ней и будем смотреть. Ну, 4,25. Как раз все отключается. Но вот не нравится мне, как греется. Хотя написано, что 2 ампера без проблем, без радиатора какого-либо. Но я сюда этот не влезет. Что-нибудь подыщу на термосиликон. На термосиликон приклею. И все. И буду все внутрь вставлять. Вот так вот плата выглядит изнутри. Довольно таки сделано хорошо все. Медный радиатор даже здесь. Здесь все на проводках. Ну, а мы просто врежемся в крайние сюда и все. Как-нибудь тут разместить это только нужно. Об этом надо будет сейчас подумать. С зарядкой я разобрался, так скажем. Разместил DC преобразователь в этой части. Здесь меньше всего нагрева будет. Здесь как раз высоковольтная часть. Закрепил я на один саморез. Это все дело. Саморез на болт. Радиатор уже прошло 4 часа. Он, в принципе, очень крепко держится. Термосиликон очень хорошая штука. Так, еще одна хитрость с такими зарядками. Это третий провод, который идет на вот этот датчик. На датчик температуры. Без него, полежав, зарядка не хочет вообще включаться. Никакие диоды у нее не горят. Вот как сейчас. Стоит подключить аккумулятор, и она начинает работать. Но, опять же, чтобы она ушла в защиту, ее нужно по питанию передернуть. Тупость, конечно. Осталось только закрыть, скрутить все. А здесь, с аккумулятором, все тоже, все уже почти готово. Я подложил туда мягкий поролон, типа. Сюда тоже проложу. И можно будет закрывать, в принципе. Такой вот ремонт. Долгий, растянувшийся на два месяца. Все, всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам это поможет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok